Это латвийский парламент. 13 января 2009 года разъярённая толпа пыталась ворваться вот в эти двери и захватить здание. В окна летели яйца и камни, протестующие переворачивали полицейские машины, близлежащие магазины были разгромлены и разграблены. Это было самое начало финансового кризиса. Латвия попросила международную помощь и взяла крупный транш. Первые урезания уже коснулись зарплат и бюджетных мест, но все самые тяжёлые сокращения были ещё впереди. Вечером тут неподалёку на Домской площади латвийцы собрались на мирный протест. По подсчётам организаторов пришли 16 тысяч человек. Когда митинг уже закончился, организаторы, а это были политики, попросили расходиться по домам. Но, как вспоминают очевидцы, внезапно пошла волна. Всё громче и агрессивнее стали звучать призывы захватить парламент. Эдгар Горбань был одним из участников беспорядков. Тогда ему было 16 лет. И у меня почему-то в голове присутствовала такая мысль, что нужно захватить парламент, а потом нужно захватить телевидение. Ну, я серьёзно говорю. Я дошёл до парламента, нас отяснили от парламента. Там стояли сотрудники Альфы в ряд, они прикрывали подход к Сейму. И я с ребятами по очереди подходили и бросали мне кусками льда. И вот я в один момент, когда подходил один, вот на этой улочке, и гремел хлопок, я просто упал по полосе. По словам Эдгара, полицейский в него выстрелил. Парень потерял глаз, у него протез. Это не единственное, чем ему пришлось заплатить за участие в беспорядках. Эдгара отчислили из мореходного училища. Его судили, и он месяц отсидел в тюрьме. Я не считаю, что я совершил какую-то ошибку. Если я её совершил, я за неё жёстко заплатил по факту. И, ну, просто приходится жить дальше. Всего были задержаны 126 человек. Участников беспорядков полиция искала в том числе по фотографиям и видеоматериалам. Суды длились годами. Последний приговор, к слову, вынесли в конце прошлого года. Часть приговорили к исправительным работам, часть получили условное наказание, часть – реальные сроки. Кого-то оштрафовали, ещё пять человек оправдали. Но и для политиков те январские беспорядки тоже не прошли бесследно. Практически сразу тогдашний премьер Иварс Годманис ушёл в отставку. Если говорим о краткосрочном результате, то это был травмирующий опыт. Что-то такое случилось в первый раз. И у политиков в сознании осталась галочка, что такое возможно. Кирпич может прилететь в окно парламента. И что нельзя всегда спекулировать, что латвийское общество спокойное и ничего не произойдёт. В долгосрочной перспективе я считаю, это было начало, которое закончилось распуском Сейма. Тем не менее, прошло 15 лет, и ничего подобного в Латвии больше не происходило. Более того, у латвийцев на долгие годы отбило желание вообще протестовать. Протестовать нормально. Если посмотрим, что сейчас в Германии, то там один сплошной протест. У нас же очень удачно удалась пропаганда, что протестовать, устраивать забастовки плохо, неправильно. Тебе же надо работать, а как я добьюсь своей правды? Об этом никто не думает. И как-то закрепилось, что не надо так делать. И вторая вещь, которая в Латвии удалась. У нас не делают общих акций протеста. Каждый идёт по своему пути. Педагоги по своему, врачи по своему. Людей, не хочу говорить, натравливают друг на друга, чтобы тебе дали, у другого должны забрать. Ну и теперь в Латвии иначе относятся к массовым мероприятиям с точки зрения безопасности. Ну а тогда возле парламента кучками лежала брусчатка, потому что шёл ремонт. Она и полетела в окна Сейма. Диана Озолыня, Отто Айлс. Настоящее время. Балтия.